Вы смотрите отзыв об отеле Кротан Малия Парк. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Александр и Елена, который был в нем в 2011 году. Мы отдыхали в Кротан Малия Парк с 29,8 2011 по 11,9 2011. Путевку покупали в туристической компании ТАУ, бывшая Фока Тревел. Территория отеля очень зеленая, ухоженная, напоминает ботанический сад. Под ногами лежит упругая зеленая травка, словно ковер. Чистые уютные дорожки. Кругом бьются цветы и качают листьями пальмы, возносятся экзотические пушистые какпусы. Цикады поют так, что просто в ушах звенит. Рай божий. Гости отеля размещаются, как правило, в двухэтажных бунгало. Достанется ли вам при заселении номер на первом или на втором этаже, это дело случая. Почти все бунгало смотрит на зеленые лужайки и пальмы. Есть бунгало с видом на море, но их немного. Вероятно, у них своя цена. Несколько бунгало выходят прямо на бассейн. Как ни странно, вечером там очень тихо и уютно. Романтические мостики перекинуты через синей воды, словно в Венеции. Я бы не отказался там пожить. Еще полтора десятка номеров находятся в главном корпусе, он тоже двухэтажный. На мой взгляд, в бунгало лучше. Номеры достаточно просторные. Приличный интерьер. Добротная мебель, вместительные шкафы для одежды. Удивительно много вешалок и плечиков. В ТВ имеется два русскоязычных канала, РТР планеты и Первый канал. Бесплатный сейф. Небольшой холодильник. Комфортный кондиционер, который будет не на кровати, а вдоль стены. В ванной имеется все, что надо нормальному человеку, включая фен. В тумбочке обнаружился фумигатор от комаров, как оказалось впоследствии, нужная на крите вещь. Имеется электрочайник, небольшой набор посуды для чая и вина. Горничная каждый день подкладывает в специальную мисочку два пакетика приличного чая, два кофе, сахар, сливки. Раз в три дня или по запросу меняют постельное белье и полотенце для душа. Для походов на пляж выдаются, бесплатно и без залога, два специальных синих полотенца. Их тоже можно менять, когда надо. Основной контингент отдыхающих в отеле, это не молодые немцы, а англичане. Попадаются и родители с мелкими ребятишками. Где-то после 5-6 сентября появилось много русских. К счастью, небуйных персонал отеля заботлив и доброжелателен. По-русски на ресепшн никто не говорит, в ресторане тоже, но знают слова спасибо и хорошо. Пляж в отеле, мелкий песок, чисто. Шезлонги бесплатные, их много, всегда и всем хватает. Место занимать не надо. Вход в море почти на всем протяжении пляжа невозможен из-за камней. Лишь в правом конце пляжа, почти на границе с соседним отелем, имеется хорошая песчаная полоса для входа. Там и купаются. Место для всех достаточно. Море теплое. В конце августа температура морской воды была 26 градусов. В день нашего отъезда, 11 сентября, 23,5 градуса. Но вот что нам категорически не понравилось, так это постоянное волнение моря. Любители неспешного медитативного плавания в ласковой водичке будут разочарованы. Да, пару дней оно было как бы весело, попрыгать в прибои и в пене набегающих волн под радостные визды женщин и детишек. Но потом достало. Чтобы именно поплавать, для этого приходилось уходить в бассейн. Дни, когда море было спокойным, их за две недели нашего отдыха на Крите можно пересчитать по пальцам одной руки, да и то еще останется. Не знаю, на всем ли северном побережье Крита море так неспокойно или просто нам не повезло. К примеру, в Элунде, куда мы ездили на машине и где поплавали на муниципальном пляже, там вода тихая и ласковая. Но Элунда находится в глубоком заливе, защищенном от внешнего моря длинным гористым мысом. В Иерапетве на южном побережье Крита тоже не было особого волнения, но мы провели в этом городе всего пару часов, так что не берусь судить, всегда ли там тише. Но субъективно сложилось впечатление, что весь север острова, обращенный Критрам, находится в постоянном волнении. Еда в ресторане-отеле вполне достойная, разнообразная, качественная. На все вкусы и диеты. Много фруктов, не очень вкусных, зато арбузы и дыни отличные. Хорошая выпечка, особенно восхитителен хлеб. Отдельно выставлены блюда традиционной греческой кухни. Тут же стоят подогреваемые глиняные кувшинчики с настоем местных трав, помогающих от разных хвороб. Понравилось? Я долго думал, к чему бы тут придраться, и наконец нашел. На завтрак в отеле из мясных блюд предлагают только жареный бекон, вареные и жареные сосиски, разные колбаски, салями и т.п. А вот рыбы или мясо птицы нет. К чему придраться в смысле ужина, я не отыскал. Для особых бурманов в отеле имеется специальный отдельный ресторанчик, где вас за умеренную плату накормят, к примеру, лобстерами и иными морскими диковинами. В обед можно перекусить в барах и в кафе прямо на пляже и у бассейна отеля. Каждый вечер, кроме субботы, в отеле работает анимация. В основном это небольшие танцевально-музыкальные шоу для немцев и англичан, иногда с вкраплением русских фраз, чтобы нашим не было обидно. Я небольшой любитель анимации и затрудняюсь судить о них, но по-моему все выглядело вполне достойно и завлекательно. Один раз в неделю обязательно проходит вечер греческой музыки и танцев. Очень заводное зрелище и музыка у греков – чудо. В конце вечера сертаки на сцене пляшут уже все хором, и артисты, и зрители, и чуть ли не официанты с коктейлями на подносах. Кому анимации не интересны, тот может вечером прогуляться в Малию. Это довольно большой курортный поселок с множеством магазинчиков, таверин, ночных клубов. Хорошее место для любителей развеселой ночной жизни. Путь в Малию от отеля не такой близкий, как об этом иногда пишут. Отель все-таки стоит существенно стороне. На центральной улице Малии находится остановка рейсового автобуса, на котором можно уехать в Ираклиан направо, либо в Агес Николаос налево. Автобусы ходят каждые полчаса. Ехать надо именно из Малии, а не от отеля, где рядом с таверной тоже висит вывеска автобуса, но сам этот автобус появляется лишь два-три раза в день по весьма условному расписанию. Аренда автомобиля. В отеле предлагают машины на прокат от компании Хеоргс. Рядом с отелем расположены еще несколько местных винткарных фирмочек. В Малии их вообще хоть труд-пруди. Но наш гид Ольга, напомню, туристическая команда ТАУ, посоветовала нам брать машину в Европкар, с которой у ТАУ имеется специальное соглашение. Поэтому соглашение клиентам ТАУ дают небольшую скидку по ценам в сравнении с Хеоргс, полную страховку, кроме страховки днища автомобилей и покрышек, и отсутствие франшизы. Машину могут дать в аренду и по обычным российским правам, но когда я показал менеджеру Европкар свои права международного образца, то он вздохнул с явным облегчением. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok